Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! В последнее время белорусский протест обретает все новые и новые формы. От простых уличных митингов он перешел к демонстрациям отдельных социальных групп. Многие белорусские рабочие продолжают выходить на забастовки. Иногда целыми предприятиями, предприниматели и их компании отказываются обслуживать клиентов, связанных с действующей властью. Студенты выходят на улицы вместо учебы. Учителя же этому не препятствуют или вовсе следуют за учениками, а врачи и другие сотрудники медучреждений совсем объявили о массовом увольнении во вторник. Президент Лукашенко попросту не может игнорировать ситуацию. К его странным выходкам, свидетельствующим о высоком нервном напряжении, добавилась еще одна неадекватная реакция на происходящее. Во вторник множество отчисленных белорусских студентов получили на свои мобильные телефоны смс-сообщения со странным содержанием. В них говорится о необходимости прибыть в учебные заведения для решения вопроса о восстановлении. В тексте также указано, что это является личным поручением главы государства. Абсурдности этому предположению придают октябрьские высказывания батьки. Тогда Лукашенко потребовал отчислить, отправить в армию или на улицу всех студентов, которые принимают участие в протестных акциях. А солидарных с ними преподавателей уволить. Но когда счет отчисленных пошел на сотни, Лукашенко неожиданно прозрел и заявил, что эти студенты не отмороженные и неплохие. И поручил разобрать механизм их восстановления в вузах. Кроме того, заявление президента Лукашенко о реформе Конституции не стоит воспринимать всерьез. Батька не собирается идти на уступки. В начале сентября власти республики представили план по выходу из политического кризиса. Согласно проекту, до 2022 года в Конституцию будут внесены поправки. Полномочия правительства будут расширены, а президента сокращены. Сразу после реформы в Беларуси пройдут новые выборы президента. Политолог Усов усомнился в том, что президент Лукашенко пойдет навстречу народу. Для главы страны сила гораздо более комфортная среда. Эксперт уверен, политик даже несколько раз пожалел, что приехал в СИЗО, чтобы поговорить с политзаключенными. По словам политолога, Лукашенко был в ужасе от сценария изменений Конституции, который предложили рабочие группы и поэтому решил не рисковать. Поправки в основной закон страны, изменение избирательной системы, формальный полюрализм могли бы погубить систему, которую он создавал 20 лет. К тому же Лукашенко может бояться негативной реакции народа. Пропагандистские СМИ так активно раскручивают идею о том, что реформа Конституции – единственный выход из кризиса, что у беларусов появляются завышенные ожидания. Для президента проще закрыть реформ сейчас. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!